последняя задача полна ловушек и я вам рекомендую вот потом попытаться во первых ее самим решить вот пройти все этапы и попытаться ее решить начав с другой грани вот так вот скажем сейчас я вот буду когда делать рисунок вы поймете о чем я говорю значит во первых что такое линейный угол двугранного угла при боковом ребре значит не пугаемся линейный угол двугранного угла это угол между плоскостями между какими плоскостями которые пересекаются по ребру сц по ребру сц пересекаются плоскости б сц и а сц то есть мы сужаем так задачу мы ищем угол между этими плоскостями дальше соображаем угол между плоскостями это угол между перпендикулярами к линии их пересечения здесь глядя значит что мы делаем я провожу перпендикуляр а дальше я думаю могу ли я из точки а провести перпендикуляр сюда то есть будет ли эта линия перпендикуляром треугольники б сц и а сц они равны нет значит высоты у них в одну и ту же точку и утыкаться не будут поэтому нет то есть перпендикуляр вот к этой моей точке м он будет идти не пойми куда но не в точку а точно потому что треугольники а сц и б сц они не одинаковые поэтому нет здесь какая-то неизвестная нам точка и вот это наш чудесный искомый угол смотрите дальше то есть вот самое сложное это вот это это самый сложный момент все остальное технически посчитать грамотно аккуратненько это значит знаете то есть суть какая угол мы ищем всегда из треугольника вот мы соорудили здесь треугольник bmk в нем мы будем искать косинус угла альфа как найти косинус угла в произвольном треугольнике через теорему косинусов что надо для теоремы косинусов все стороны то есть вот у нас составлен план действий как нам найти этот угол начинаем с чего а начинаем с того с чего вы начинали рисунок начинали мы рисунок с того что правой провели перпендикуляр bm знаете я люблю вот эти этапы задачки задачек решение задачек рисовать на плоскости еще кусочки я нарисую треугольник bsc вот в нем перпендикуляр м перпендикуляр другое слово высота так значит смотрите здесь у нас два пути решения вообще высота она почти всегда связано с площадью поэтому с одной стороны мы можем найти эту высоту через площадь то есть мы ее можем можем посчитать площадь треугольника bsc допустим по тереме герона да потому что все стороны даны можно можем провести высоту с h ее найти через высоту посчитать площадь еще хочу показать один способ через углы то что у меня здесь кажется таким самым элегантным значит смотрите я вижу что треугольнички с hc и bmc имеют одинаковый угол вот этот угол c из треугольника s hc я найду его смотрите то есть вот ну то есть минимально хочу использовать вообще счет минимальных используйте что не дано bc это 3 значит hc это полтора и s c у меня есть то есть есть прилежащий катет и гипотенуза я могу найти косинус это три вторые прилежащий катет делю на гипотенузу здесь тоже будьте внимательны с этажами основная дробная черта именно она заменяется на знак деления и дальше я рассматриваю треугольник bmc косинус все того же угла это одна четвертая и здесь это тоже прилежащий катет mc на гипотенузу а гипотенуза здесь уже bc получаю вот нашла этот кусочек дальше я потихоньку подбираюсь к сторонам треугольника bmk смотрите вот опять работая с этой гранью я могу найти bm bm по теореме пифагора здесь будьте внимательны что является катетом что гипотенузой bc гипотенуза значит от ее квадрата я отнимаю катет mc обращайте внимание также на удобный счет я могу 9 вынести за скобки и тогда у меня будет более приятный счет чтобы успеть на какие-то промежуточные вычисления уже не буду обращать внимание да то есть ну вот там к общему знаменателю приводить то есть кто хочет пройдется да еще по арифметике смотрите вот эти вот важные вычисления которые нам понадобятся для вычисления угла отмечайте себе их как-то обводите кружочком чтобы потом не искать по все по всем листам дальше смотрите все грань bmc с bc нам дала уже все что могла переходим на следующую грань а sc это тоже прямоугольник это тоже равнобедный треугольник здесь точка m mc у нас есть и мы ищем вот это пока нам непонятная к м здесь прямой угол мы можем точно так же как действовали в для треугольника bsc найти к цели и найти м к то есть пользуемся тем что у нас треугольник равнобедренный и c это два половина основания значит мы можем сейчас поработать вот с этим углом c значит опять сначала рассматриваем треугольник s e c в нем у нас есть прилежащий катет и гипотенуза значит мы опять можем найти косинус при лежащий катет 2 гипотенуза 6 косинус 1 3 этот же косинус мы распишем для треугольника к м c косинус того же угла только его иначе можно записать м c к это тоже 1 3 и это м c м c деленное на к ц м c 3 четвертых к ц не знаем ищем потерям пифагора мк это катет от гипотенузы к ц от ее квадрата отнимаем катет м c 72 шестнадцатых 36 корней из 2 6 корней из 2 на 4 значит 3 корень из 2 пополам это мк все последний последний момент нам нужна сторона к б опять сторону мы можем найти из треугольника из треугольника к c b к c b значит смотрите у нас к c есть b c тоже есть нужен еще один элемент что мы можем найти мы в треугольнике а b c знаем все стороны значит мы можем найти в нем все в том числе косинус угла c по теореме косинусов и затем когда мы будем знать косинус угла c этот угол c он же такой же и в треугольнике к c b и тогда потерями косинусов мы найдем к б значит рассматриваем треугольник а b c 1 записываем для него теорему косинусов типа буквам против места мне хватит этот угол c я уже одной буквой обозначил треугольник а b c в нем там угол не пи не пересечен ничем все все подставляем 25 21 делим мы на 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 21 делим на 2 4 3 опять обращайте внимание да не перемножаю потому что мне делить поэтому не надо мне перемножать 7 восьмых все теперь я рассматриваю треугольник к c b и составляю теорему косинусов для него вот здесь видите в этой задаче очень важно чтобы у вас было все записано то есть чтобы вы когда считаете не считали просто строчкой не записав какой отрезок вы считаете потому что смотрите вот мне нужно будет ведь и к c подставлять то есть мне надо вот во всем этом многообразии найти где у меня к c и на косинус c подставляю к ц и вот она b c 9 и на 7 8 косинус у меня равен 7 8 к б получается 3 вторые называется кто не верит пусть проверит все у нас все есть все стороны для треугольника к м б к м б составляем теорему косинусов для него и находим косинус так я пожалуй начало уберу вот здесь значит рассматриваю треугольник к c к м б и и и составляю для него теорему косинусов мне нужен угол альфа поэтому я составляю теорему косинусов относительно стороны к б к б у меня три вторые 9 четвертых так здесь к м ищу к м м к вот оно смотрите тоже лишнего ничего не перемножаю дальше плюс б м вот это минус их произведение значит здесь тоже пожалуйста гляньте как удобно считать чтобы не рассыпаться на части значит смотрите в каждом слагаемом есть девятка поэтому мы можем обе части уравнения почленно поделить на 9 сократится вот это останется единичка это уйдет это и здесь две троечки это тоже девятка дальше знаменатель общий знаменатель этого всего 16 поэтому я обе части уравнения домножу на 16 то есть чем возиться с дробями я лучше домножу на общий знаменатель и у меня будут все целые числа папа вот знаете по той же причине мне нет смысла вот это сокращать вот это сокращать я домножаю на 16 здесь у меня четверочка сюда четверка будет 8 здесь 15 здесь я вот это уже уберу здесь 8 останется двоечкой 4 так где-то корень из 15 потерялся вот здесь 4 корень из 30 косинус альфа все дальше аккуратно считаем вот в данном случае корень из 30 нас пугать не должен потому что мы с вами помним что ищем а а в том что мы ищем есть тоже корень из 30 поэтому это хорошо это позволит нам целое число в ответ записать сокращаем делим умножаем получаем 57 надеюсь что вы не запутались ну и очень надеюсь что вы и сами попробуйте сделать задача она тоже хорошая интересная на этом случае в общем мы и мы 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 Субтитры создавал DimaTorzok